ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Как это длинные праздники такие? С 1 января как начинаются, так вот все никак не закончится. — Ну что поделаешь? Вопрос дискуссионный. — Работать, отдыхать. — Дискуссионный вопрос. Давно уже обсуждается. Надо сокращать в стране у нас количество праздников. Или не надо сокращать. Я вот за то, чтобы немножко их подсократить, кстати. — Не знаю, Володя. Я не знаю. Когда на все это накладывается еще сезон болезней, то тут уже все в одну кучу спутывается. — Ладно. Главное не болеть. Мне кажется, весь зимний сезон нужно друг другу этого желать. — И слушайте, наш хороший сегодня светлый солнечный эфир. Мы будем говорить о том, как мы можем приложить свои знания, умения, силы для того, чтобы сделать наш город лучше. — Да, да. Мы в последнее время очень часто об этом говорим. Об этом заговорили и в городской администрации, и на федеральном уровне. Все делают нашу страну и наш город лучше. Как можно собственные силы применить. Тоже об этом мы говорим постоянно в наших дневных разворотах. И вот сейчас в студии у нас люди, которые расскажут нам, как студенты Вятского государственного университета, а также аспиранты, а также доктора и кандидаты наук прикладывают свои знания, умения и навыки для того, чтобы Киров преображался. И в связи с этим мы пригласили в студию Алексея Костина, директора Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Алексей, добрый день. — Добрый день. Светлана Клепикова. Это студентка факультета истории, политических наук и культурологии нашего опорного вуза. Направление как раз-таки культурологии. Светлана, добрый день. — Здравствуйте. — Идарья Ткачева. Руководитель проектов Молодежного творческого центра. Руководитель проекта «Город в движении». Начальник регионального отделения Волговятского филиала. — Государственного центра современного искусства. Простите, не расшифровываю. В составе Росизо всегда, Дарья говорит. В составе Росизо. Это нельзя упускать. — Это очень похоже на то, как я пыталась вчера записать маму к терапевту и позвонила в колл-центр нашего Минздрава. И там, добрый день, у вас присутствует. — Собо. Вот что-то такое было. Незнающему человеку, куда звонит, было бы непонятно, куда он, собственно. Надо расшифровывать все друзья. К нашей теме мы приурочили опрос на сайте эхо-кирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Облик города, на ваш взгляд, он все-таки у нас меняется в лучшую сторону, в худшую или не меняется ничего? Вот сейчас на сайте эхо-кирова.ру 50% ответивших говорят, что все-таки в худшую сторону меняется облик города. Правда, 40% говорят, что в лучшую. И всего 10% ничего не замечают, никаких изменений в городе. А на нашей странице ВКонтакте проголосовали на данный момент почти три с половиной сотни человек. — Ого. — Да-да. — Это наши коллеги, наверное. — Наши коллеги, да, поделились. — Строем киров, красивый киров. — Да. 39% ничего не меняется. Лидирующий вариант ответа. На втором месте с небольшим отрывом. 38 почти процентов. В худшую сторону. А вот лучшая сторона просела. 23%. — Ну, мы попытаемся сегодняшним эфиром, может быть, как-то изменить ситуацию. Посмотрим. И приглашаем к разговору наших слушателей 211-101. Номер телефона прямого эфира 211-101. Вы можете высказываться, как меняется наш город. И какие-то свои предложения, может быть, даже в процессе нашего разговора высказывать 211-101. — Кстати, есть комментарий. Давайте озвучим. У нас на странице ВКонтакте. Александр, на все это безобразие только летом можно более-менее смотреть. Хоть цветет тогда все. А так дно сплошное. — Да? Что-то как-то невесело. — Закрытыми глазами ходим, что ли, мы по городу. Нельзя смотреть. Ну, давайте все-таки... Мы же анонсировали, Володя, что у нас позитивный сегодня эфир. Мы позитивчику попробуем добавить. — Не будем падать. — В разгар не знаю, какого сезона. Потому что я такого количества шуб, как сегодня на улице города, не видала, пожалуй, за всю зиму. Итак, на самом деле, это не новая история, о которой мы сегодня будем говорить. Ну, вот в целом такая она не новая, потому что началась она даже больше года назад, да, когда Вятский государственный университет, получив статус опорного университета, опорного вуза, получил в том числе и задание стать драйвером развития не только региона, там, научной, какой-то технической части, да, но и драйвером развития городов, в смысле их изменения, изменения и в области благоустройства, и социальных, да, каких-то вопросов, и культурологии тоже, да, ну вот всё вместе. И тогда возникло несколько проектов, которые Вятский государственный университет летом уже начал реализовывать, реализовал достаточно успешно. О каких проектах идёт речь, Алексей? В 2017 году мы делали проекты, связанные с международными днями, это акция «Ночь музеев», которая у нас была 20 мая, затем «Ночь искусств» 3 ноября, и летом мы делали открытие ботанического сада в его 105-летие. Вот как бы три основных крупных мероприятия, но параллельно шли площадки, то есть были выставки в инженериуме ВятГУ, и параллельно также шёл проект «Искусство в цифре, цифра в искусстве». Ну вот два проекта достаточно новых для горожан, это как раз «Искусство в цифре» и «Цифра в искусстве». Я не очень хорошо представляю себе этот проект, потому что я просто не приходила на само действие и не видела ничего, но зато я прекрасно себе представляю, как открывался ботанический сад, и огромное количество горожан тоже себе это представляет, потому что, помните, какие очереди стояли, да, на открытии бот-сада там. 10 августа это было, да? Это было прям, я не знаю, такое светское мероприятие, люди не уходили по несколько часов из ботанического сада и очень радовались, и мы надеемся, что это продолжится, такие истории интересные продолжатся в этом году, потому что на ботанический сад были большие планы университета, подкачали здесь подрядчики, которые, я там помню, затянули строительство, но и сезон, в общем, летний был не самый благоприятный. И вот несколько проектов, которые вы перечислили, они так закрепились, я так понимаю, в программе вузовской, и в этом году продолжили. Ну, они, конечно, привязаны к международным акциям, поэтому в этом году мы их тоже будем повторять, но не хочется таких сухих, неинтересных, скучных повторов, планы у нас пока очень большие, очень серьезные, ну, тоже немножко все упирается в финансирование проектов, но мы ищем партнеров, ищем тех, которым интересно будет работать сообща и работать для горожан. И вообще, вот слушаю по поводу результатов голосования предварительных, мне кажется, что здесь ключевое понятие это все-таки вовлечение. Когда ты отстраненно сидишь из стороны, наблюдаешь, что происходит в городе, то, ну, наверное, человек настроен так, достаточно строго критично, потому что делал не я, скажет он, вот, делали они, делали не так, как хочу я. Вот. А если мы все-таки добьемся каких-то интересных проектов, когда горожане будут не просто зрителями, а будут участниками того или иного действия, то получается, что это будет их творение, их творчество делали они. И каждый, когда он будет понимать, что это делал и я в том числе, то оценка его будет, конечно, более, наверное, позитивной. У нас есть возможности преобразить наш город, если даже мы не говорим о каких-то там серьезных вещах, требующих больших финансовых затрат, то, по крайней мере, мы можем сделать его интересным. А это зависит от тех мероприятий, которые мы как раз и проведем. Процесс вовлечения, на мой взгляд, он налицо. Все больше и больше активных горожан появляется у нас, которые высказывают свои идеи, реализуют их. Но хотелось бы, чтобы как-то вот этот процесс, он еще более заметным был. Мы будем стараться. Планы наши заключаются в том, что мы хотим, во-первых, в Ботаническом саду, если позволит погода, и удастся договориться с партнерами, сделать целую серию каких-то вечеров, а может быть и ночей, если удастся. То есть в теплое время года? Да, конечно, в теплое время года, но если говорить широко, то начиная с мая месяца и по сентябрь включительно. Это будут и вечера музыки, то есть живая музыка, симфоническая, джазовая музыка. Также планируем все-таки поработать с нашими партнерами и добиться создания каких-то там световых шоу с яркими образами, которые должны понравиться горожанам. И, безусловно, наш очень важный партнер – это Театр Наспасской. И это не просто какие-то читки, а есть такие предложения проводить акции, где каждый желающий сможет поучаствовать в чтении того или иного известного художественного произведения. Ну, такие уже прецеденты были на федеральном уровне, когда известные актеры в прямом эфире телевизионных каналов читали отдельные произведения. Ну, например, почему-то нам нравится очень «Мастер и Маргарита». Не только вам. Да. И вот было бы очень интересно, если бы нашлись и известные журналисты, в том числе и сотрудники ЭХ Москвы. Они уже нашлись, они уже в читках поучаствовали в этом году. Отлично. Актеры, простые горожане. А я думаю, что и, наверное, все-таки представители органов власти, если бы нам удалось задействовать, например, губернатора нашей области, ректора нашего университета, это было бы наверняка интересно. В прямом эфире кто-то бы пришел, послушал ботанический сад, тот, кто не смог прийти и посмотрел бы, или послушал это по радио, или посмотрел бы это по телевизору. Ну, согласитесь, что тоже интересно. Безусловно, да. Любые творческие задачи, они решаемы, и мы-то вас поддержим, конечно, в этом смысле. Но мы хотим сказать, что вот эти проекты, которые перечислил Алексей Костин, они не просто вошли в программу работы ВОЗа, но они также поучаствуют в этом году в конкурсе, который называется «Моя страна, моя Россия». Я не очень люблю пафосные названия, но вот как не задумаешься над названием, у меня все время какие-то пафосные получаются, никуда не денешься от этого. Однако вот сама идея конкурса, она, конечно, мне очень нравится. Во-первых, сам проект «Моя страна, моя Россия» заявляется как проект, который пошел снизу. То есть это не что-то запрограммированное министерством образования, внесенное в списочки для того, чтобы поставить галочки, потом все дружно отчитываются. Это как раз история, родившаяся из большого количества проектов, которые возникали на протяжении последних, я так понимаю, 15 лет. — Совершенно верно. — И вот только в последнее время этот конкурс, он так громко зазвучал. Может быть, потому что в последние два года как раз очень много внимания уделяется развитию инициативы на местах. Ведь речь идет не только о том, что вуз придумывают или студенты придумывают, речь идет о том, что учебное заведение, оно вовлекает в процесс реализации своих проектов горожан вообще, да, вот тех, с кем мы дружим, кого мы знаем, кто по компетенциям своим подходят или просто по велению души готов принять участие. И очень важно, что вуз вот сейчас вот в этот конкурс тоже втянут. Конкурс сами по себе все-таки является мотивационными какими-то моментами и стимулирует много чего, да, потому что и обмен опыта в процессе конкурса происходит. И вообще приятно, когда тебя поощряют, и ты понимаешь, что вот то, что ты делаешь, оно не безразлично не только тебе, но и широким массам, если так можно сказать, выразить с бюрократическим языком. Так вот, здесь как раз в идее конкурса описано следующим образом. Идея состоит в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития, цитирую я по сайту конкурса, развития российских регионов, городов и сел. Это системный проект, инициированный в пик дискуссии о реформе местного самоуправления. Как ни странно, кажется, ну мало ли что придумали студенты и их преподаватели. Как это связано с местным самоправлением? Вот тут вот вопрос, да, который бы хотелось понять, что это действительно не на бумаге что-то такое сформулированное, а это действительно влияет на наши жизни и заставляет город развиваться в новой какой-то парадигме, где мы все вовлечены, правильно Алексей, ты сказал, да, мы все вовлечены. Не просто рассказываем тут студии нашей радиостанции, что какие мы молодцы, тут конкурсы напридумывали, проектов напридумывали, а действительно мы имеем поддержку своих соседей, и эти соседи становятся тоже участниками этого конкурса. Вот как все в проектах будет происходит сейчас, как вы взаимодействуете с людьми окружающими, как эти люди реагируют на проекты, которые вы придумываете, как они в них участвуют. Мы об этом поговорим после короткого перерыва. Продолжаем наше общение. Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятовского Госуниверситета Светлана Клепикова, студентка нашего УЗА Идария Ткачева, руководитель проектов молодежного творческого центра, руководитель проекта «Город в движении», начальника регионального отдела Волгоградского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСУЗО. Да, мы хотели к Светлане сразу обратиться. Светлана, у вас опыт. Светлана, студентка. Светлана, вы замечаете, как наш город меняется? Да, замечаю. А что именно меняется, на ваш взгляд? Из-за того, что я сама принимаю участие в этих проектах, я, как уже говорил Алексей Александрович, вкладываю свое видение и свое влияние в развитие города. Я вижу, что какая-то часть, она все равно развивается в положительную сторону. У нас становится больше мероприятий, которые можно посетить. Эти же читки, какие-то выставки. Арт-показы, кинофильмы у нас есть. И мне кажется, что молодежь, которая в этом заинтересована, она не может этого просто не заметить, что мы развиваемся в положительном направлении, и это хорошо. Вот говорит человек, который внутри процесса находится. Давайте вы расскажете, Светлана, сами вы что делаете для того, чтобы наш город менялся? Какие у вас проекты? Я представляю креативную команду, которая реализует проект арт-преобразования городской среды. Это как раз ночи музеев, ночи искусств, это арт-сад, это нескучный город, студенческое экскурсионное бюро, и у нас настолько большая сфера деятельности, что, например, ночи искусств и ночи музеев мы представляем альтернативу музеям, которые существуют у нас сейчас, что мы можем показать что-то новое. В Бот-саду мы показываем тот сад, который, наверное, люди бы не увидели никогда. То есть это не обычное растение и деревья, которые там просто есть, а вы можете совершенно по-другому посмотреть на пространство и на ощущения этого бот-сада. Нескучный город — это возможность показать пока что студентам нашего вуза, как сам университет влияет на город, и все маршруты, которые у нас есть, они непосредственно привязаны к корпусам, которые разбросаны по периметру всего города, и мы к этим корпусам привязываем какие-то памятники, которые находятся по дороге от корпуса к корпусу. — Маршруты поподробнее можно? О чем идет речь? — Это проект, который существует в лотере-арт преобразования Нескучный город, студенческое экскурсионное бюро. У нас есть маршруты экскурсионные, в которых мы рассказываем историю города через университет. То есть у нас корпуса, наши ВИАДГУ, они привязаны к определенному маршруту, внутри которого мы рассказываем и историю города, и историю вуза параллельно. — А кто входит в это бюро туристическое, о котором вы говорите, и как часто вы осуществляете экскурсии? Или что вообще, как это работает? — Мы осуществляли экскурсии с сентября по ноябрь, когда нам позволяла погода, и мы работали в основном с первокурсниками. Это было как проба проекта, потому что дальше мы хотим выходить уже на более высокий уровень, мы хотим попробовать поработать с городом, а не только с первокурсниками. И в нашу команду входит второй курс. То есть мы одногруппники, ребята, с кем я учусь, Юлия Игоревна Колобова, это замдиректор Института гуманитарных социальных наук, который нам помогает все это реализовать в жизни. И еще преподаватель из кафедры культурологии, который нам помогает подобрать материал в лучшем, и когда мы напишем маршруты, чтобы у нас проверить их на уже точность и четкость. — Простите, все-таки не могу понять. Это что-то будет вроде пешком повятки, что ли, что вы будете собирать людей и поведете их? — Я немножко вмешаюсь, и здесь Светлане помогу. То есть идея вообще созрела из простой необходимости. Те студенты, которые являются выходцами из районов Кировской области, которые плохо представляют и, во-первых, город Киров, и наш университет, они нуждались просто, скажем… — В ознакомлении. — В ознакомлении. — Да, в ознакомлении с корпусами, как добраться из одного корпуса в другой, то есть с маршрутами. Но решили сделать не просто вот так вот скучно, неинтересно, утилизировано, а познакомить их в том числе и с историческими памятниками города Кирова. И получается, что мы как бы рассказываем об университете, его корпусах, а заодно рассказываем и о нашем замечательном городе, об исторических маршрутах. То есть несколько шире, чем пешком по Вятке, и это привязано, конечно, к истории нашего университета. И параллельно с этим еще есть у нас такой же примерно проект для школьников, то есть еще тех людей, которые только собираются поступать в университет, и, надеюсь, это сделают в нашем Вятском государственном университете. Проект «Открывай Вятку», когда мы привозим детей из районов и проводим здесь для них экскурсии, вводим их в культурные учреждения, ну а заодно еще и учим АЗАМ видеомонтажа. Ну как, смешали. Здесь, ну нет, не смешали, у нас есть проект создания школы блогеров, где вот сейчас как бы молодежи, это очень интересно, каждый школьник, старшеклассник мог бы не просто вот познакомиться с какими-то там местами в нашем городе, познакомиться с историей города, но и написать об этом сразу же в социальных сетях, то есть представить свое видение, как он это понял, как он это увидел, понравилось, не понравилось. Это, ну это хорошая такая вещь, потому что очень много же сейчас, Володь, приезжает, да, еще больше поток приезжающей молодежи из районов. Я не уверен, потому что объективных данных у меня нет о том, сколько сейчас приезжают. Внутренняя мобильность есть. Я сейчас цифру, конечно, тоже не назову, но судя по нашим эфирам в том числе и когда к нам приходят представители вуза и предприятий, мы понимаем, что молодые кадры, тех, кого обучают, тех, кого берут на начальные позиции, это в большой своей массе люди, приезжающие из районов. И, конечно же, для того, чтобы они, кроме того, что получали здесь образование и работу, сразу же становились полноценными горожанами, их нужно вовлекать и в историю города, да, и в проекты какие-то городские, и познакомиться с точки зрения вот культурологии там и еще раз истории города. Это очень важно, безусловно. На студентах в первую очередь нужно это испытывать, ясное дело. Да, но главы районов просят нас все-таки делать так, чтобы потом подготовленные нами специалисты возвращались. Возвращались, потому что в концепции конкурса все-таки упоминаются города и села, не только крупные, региональные. А это, кстати, опять же, и выход на комфортную городскую среду, которая важна не только в областном центре, но и в районных столицах нашей Кировской области, где также такие проекты запущены, и тоже комфортная жизнь, интересная жизнь. Она должна привлекать специалистов возвращаться домой и именно там работать и жить. А вот что это за интересная номинация креативной индустрии, в которой вы будете участвовать как раз в рамках конкурса «Моя страна, моя Россия»? Это новая номинация, которая появилась только сейчас, в 2018 году. Но, как Вы, Светлана, правильно сказали, сам конкурс уже существует 15 лет, то есть в этом году он юбилейный. Он разросся до 18 номинаций. Вот если бы Вы не рассказали нам про этот конкурс, мы бы, наверное, и не знали про него. Да, но он действительно зародился как региональный конкурс в Рязани, потом стал межрегиональным. Это была действительно инициатива снизу, и потом его поддержали различные организации, фонды, и если посмотреть его партнеров, то там целых две страницы сайта занимает. И вот теперь 18 номинаций в этом конкурсе. 18 номинаций, и ситуация такова, что, причем здесь ВУЗ, причем здесь мы, эта номинация предложена Национальным фондом подготовки кадров. Это та структура, которая при Министерстве образования и науки как раз занимается стратегией развития опорных университетов, в том числе и нас. И в конце прошлого года было подписано соглашение между 23 опорными ВУЗами о том, чтобы стать региональными операторами этого конкурса в своих регионах, как и стал наш университет в Кировской области. И вот эта номинация, она является ответом на вызов времени. То есть те процессы, которые происходят не только в нашем регионе, но и во многих других. И точно так же многие опорники делают акцент на развитие городской среды, на то, чтобы сделать свои города, свои населенные пункты интересными, яркими. Вот как раз и возникла идея создания номинаций креативных индустрий. Это те индустрии, которые позволяют творческий и интеллектуальный потенциал жителей того или иного населенного пункта применить, ну, как минимум для того, чтобы он был реализован, чтобы человек чувствовал самореализацию и видел отдачу среди своих друзей и соседей. Максимум для того, чтобы он был реализован для преобразования городской среды в населенном пункте, а может быть даже и в зарабатывании денег. То есть ничего в этом страшного нет. Почему индустрия? Так вот там только хорошее, я вижу. Да, совершенно верно. Если эти проекты еще и будут коммерциализованы, то есть еще и какой-то доход автор идеи получит, то это просто будет прекрасно. Я себе плохо представляю, как студенческие экскурсии могут быть коммерциализованы. Могут быть? Может, Светлана представляет себе студентка второго курса? Честно, я не представляю, как можно вывести на коммерцию студенческие экскурсии. Это достаточно сложно, но если постараться... Студентов, менеджеров привлекаете? Ну нет, мы как раз сейчас, буквально обсуждая наши планы в 2018 год, говорили много о том, что у нас, например, студентам, у которых вот этот креативный потенциал и формируется в процессе обучения, то есть там культурологи, дизайнеры, в том числе и обучать навыкам, с помощью которых они могут свои проекты именно сделать коммерчески выгодными. Речь идет, например, о визуализации, формировании каких-то видео, аудиообразов. То есть то, что интересно, то, что люди будут смотреть и за что они будут готовы платить деньги. То есть превращать творчество не просто в некую такую бесплатную волонтерскую работу, но в том числе и в какие-то яркие проекты, которые будут интересны, которые будут востребованы и за которые потребитель будет готов платить деньги. Я думаю, что, ну вот, например, проект, который лично мне очень нравится, ожившее полотно, представляете, да когда произведение искусства с помощью компьютерной графики превращается в видеоряд, очень такой, ну, не знаю, меня лично вводящий в раздумье, в некое такое состояние медитации, я эти полотна воспринимаю совершенно по-иному, и мне кажется, что вот, например, лично я был бы готов платить определенные суммы, чтобы вот эти новые продукты смотреть, потому что то, что я уже вижу, я насытился, но мне хочется нового. Ну, Светлана, очень хороший пример студента-культуролога. У нас тут даже на предварительных вопросах был такой, зачем Светлана на культурологию пошла и даже, по-моему, перевелась в какого-то отделения. Потому что история с тем, как филологу или культурологу зарабатывать деньги, это хорошая такая история, потому что у нас, когда говорят, например, учитель-филолог или культуролог, сразу понимают, что, ну, это где-нибудь бюджетное учреждение на небольшой зарплате, ну, или в секретарей куда-нибудь пойдет, например, да. А как раз подобные конкурсы и направления, о которых говорит Алексей Александрович, дадут вам в руки инструмент, чтобы вы, имея культурологическое образование, понимали, что вы вполне себе можете быть и предпринимателем с культурологическим образованием, и человеком, который занимает топовые должности, я не знаю, в администрации города или правительства, да, или в каких-то креативных больших компаниях, которые много сейчас уделяют этому внимания, вот далеко ходить не надо, пожалуйста, Сбербанк напротив, каких только проектов они напридумывал за прошлый год и не поучаствовал, да, нам хорошо известных, мы их освещали здесь тоже, поэтому вот имейте в виду, что культуролог совершенно не обязательно, это мечтательный человек с книгой в руках, вот сейчас Дарья на себя как раз показывает, с книгой в руках, вечно там перебивающийся с копейки на копейку. Даша, проектов много, которые вы за это время в городе устраивали, и они очень известны, горожанами любимыми, любимые, к сожалению, прервавшийся проект «10 вечеров», да, это когда фильмы итальянские, французские и так далее, мы смотрели на улицах, но у меня почему-то есть ощущение, что он возродится в том или ином виде, посмотрим, но сейчас вот есть другой проект «Город в движении», который вы затеев реализовали, и мало того, научились, как вот деньги все-таки находить под подобные проекты, да, вот сейчас под ним есть какая-то материальная база. Я прошу прощения, реклама у нас должна выйти прямо сейчас, давайте сейчас соберемся, смотри. Это тоже про деньги, между прочим, прервемся. Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук ВИАТГО, Светлана Клепикова, студентка нашего опорного вуза и Дарья Ткачева, руководитель проектов молодежного творческого центра, в гостях у нашей радиостанции. Мы не только о конкурсе «Моя страна, моя Россия» говорим, но и о том, как меняется облик города и кто и как его может менять. Вот в перерыве, я помню, что мы остановились на том, можно ли коммерциализировать культурологические, например, проекты, но в перерыве позвонил слушатель и сказал, что мы ушли от темы изменения облика Кирова и стали рассказывать про студентов, а студенты, как утверждал наш слушатель, не могут менять город Киров, его облик. Даша, вы согласны с этим? Категорически не согласна. Обоснуйте свою точку зрения. Во-первых, все-таки вернусь к вопросу коммерциализации. Просто маленькая реплика по этому поводу. Я не вижу никакого противоречия между коммерциализацией проекта и то, что он студенческий. То, что он студенческий, это просто статус данного человека, который придумывает проект. Он учится в университете. Если, скажем так, университет ему не препятствует никак административной реализации его деятельности, а в нашем случае Вятгу явно не склонен к такого рода поведению, то все зависит от самого проекта, от того, насколько он нов, качественный, интересный. То есть если студенческое, мы понимаем, как нечто такое еще не научились, еще только не умеют, как делать на коленке сделанное, то это одно. А если студенческое, это просто статус человека, но он в состоянии выдать качественный, интересный, инновационный, творческий продукт, то какая разница, кто его сделал. То есть тот же, упомянутый сегодня пешком по вятке, тоже был своего рода вызов неким официальным турническим бюро, экскурсионным проектам, сделанным просто человеком, который захотел это сделать. Поэтому все зависит от тех, кто это будет делать и что это будет получаться в итоге. И опять же, в этом же проблема могут или не могут менять облик города. Что мы подразумеваем под студентами? Некоторые студенты могут такое выдать. Вопрос, выдают ли? То есть это вопрос не в статусе человека, который участвует в неких городских процессах. Ну хорошо, давайте другой термин используем. Молодежь. Да, не студенты, молодежь. На самом деле, мы тут тоже в перерыве успели за полминуты обсудить и реплику нашего слушателя. И тут уже с Алексеем даже поговорили, что, конечно же, молодые люди, стремясь жить в городе, который будет отвечать их потребностям, они, может быть, гораздо более прогрессивные идеи выдают, чем мы, которым уже далеко за. И мы любим такую стабильность какую-то. Да, хотим изменений, но сами уже частенько на них не способны. А студенты как раз способны. Вот проект, который найдет свое отражение во втором части нашего эфира «Город движений», и Даша с нами останется, он как раз подтверждает эту историю. И само название проекта «Город движений» мне не только говорит о том, что там, видимо, какие-то есть танцы, я не знаю, что это с хореографией связано. А он как раз задает вот этот драйв, задает вот этот посыл того, что город должен развиваться. Люди должны двигаться, перемещаться, устремляться в будущее. И все это как-то взаимосвязано. И в этом проекте ведь тоже студенты принимают участие. Конечно. Это Даша, ты давно уже не студент. О, да. На самом деле, мне бы хотелось, опять же, вернуться к началу нашего разговора, когда мы заговорили про вовлечение. Поскольку, мне кажется, понятие вовлечения человека в какие-то городские процессы, оно заключается не только в физическом участии. То есть вот я вышел, прибрал двор, я стал к нему лучше относиться. Совершенно не так. Мне кажется, стоит понимать это слово шире, глубже, более философски. То есть вопрос, как мы внутри себя, в своем сознании относимся к этому городу. Вот сегодня упоминали наш проект «Лесят вечеров», который мы делали на Спасской. У него самый главный эффект, который получался, который был для нас сюрпризом, который стал главным эффектом всего проекта, что люди, придя и проведя этот вечер за просмотром европейского кино на улице Спасской, уходили, говоря нам, что я просто как будто не в своем городе нахожусь. То есть я изменил свое отношение, свой взгляд на этот город. Это очень важно, как мы воспринимаем одну и ту же среду, по сути дела, одну и ту же даже проблему дорог и чистоты, или фасадов можно воспринимать очень по-разному. К обшарпанной стене можно относиться очень по-разному. В Париже тоже полно обшарпанных стен, но мы же не ставим это в вину Парижу. Что уж говорить о Венеции. Да, да. То есть это вопрос отношения. Можно сидеть и быть вечно всем недовольным. А можно посмотреть на это по-другому. Можно посмотреть на это как не на город, который полон каких-то недостатков или достоинств искать только вот это. И наш проект «Город движений» действительно связан с хореографией. То есть мы делаем, экспериментируем жанром видеотанца. И он направлен на то, чтобы постараться через средства современного искусства отразить всю ту гамму переживаний, которые происходят внутри человека, который в городе живёт. Которая не ограничивается какими-то критическими отношениями к ямам на дорогах или каким-то позитивным отношениям к историческим изданиям. А между ними очень много самых разных эмоций и переживаний, связанных с нашей обыденной жизнью, какими-то фактами биографии, встреч, расставаний, пути, которые мы каждый день проходим от дома до работы. Вот одни и те же дороги, по которым мы ходим, которые мы уже не замечаем. Но вот вскрыть всё это, вспомнить, что мы не просто существуем в этом городе, находимся, мы в нём и живём. А это в себя включает такое огромное количество всяких факторов, которые социологическими методами или какими-то другими очень сложно вскрыть и показать. И вот здесь к нам приходят на помощь искусства. Да. Ну вот когда вспоминаем все проекты, я сейчас Наташу тоже смотрю и вспоминаю, что 10 вечеров, кроме того, что действительно создавал какую-то ауру, первую атмосферу и другой взгляд на город, в котором ты находишься, он элементарно заставлял людей выйти из дома, общаться, знакомиться в новой обстановке. Вот не в ресторане где-нибудь за деловым ужином, или не на работе на очередной конференции, что-то такое, а просто элементарно выйдя в своём городе на улицу, сед за столик, посмотрев кино. Я даже больше бы сказала, он создавал ощущение какой-то свободы в собственном городе. То есть в любой другой день, даже в дни фестиваля, днём прийти и усесться на Спасху, как-то всем кажется, что это как бы странно. И мы с этим столкнулись, помню, когда делали самый первый фестиваль, и у нас было там 20 человек сидели и смотрели это кино, люди обходили как какую-то частную вечеринку и боялись присоединиться. Вот это нарушение истории, дом-работа, дом-работа, всё. И ещё застолье в какой-нибудь праздник. Это вот режим, который у нас есть. Стоит выйти из дома, вот вспоминая опять же студенческий проект, о котором Светлана рассказывала, выйти из общежития, дойти до института с другим взглядом совершенно, с другими попутчиками, замечая стены, памятники, перекрёстки, и желая, может быть, что-то тут запомнить, изменить, привнести. Это тоже большая история. Вот нарушить этот бесконечный крысиный бег с закрытыми глазами. И тогда город начнёт меняться. Ну вот поскольку мы с Дашей ещё во втором части очень подробно будем говорить о проекте, хочется вернуться к Алексею Костину, директору Института гуманитарных и социальных наук. Всё-таки креативная индустрия — это тоже такая определённая фабрика, это определённый инструмент. Вернёмся к конкурсу. Участие вуза в этом конкурсе, студентов и их проектов в этом конкурсе. Что вам даст? Наши студенты, они живут в таком постоянном проектном режиме, я бы так это сказал. Потому что конкурс, конечно, не единственный. Постоянно и здесь, на региональном уровне, и на федеральном уровне предлагаются разные проекты. Но если так, просто то, что в голову приходит, нас скоро ждёт и Иволга вновь. Летом, в начале лета, да? Да, летом нас ждёт конкурс с фондом «Наше будущее» и другое. То есть студенты сейчас практически… Вот я даже немножко завидую, потому что, конечно, когда я учился, у нас был процесс образования классический. То есть аудиторные занятия, лекции, семинары, ну и потом… Оценку получил, вышел? Да, совершенно верно. Забыл. Сейчас они всё-таки живут в такой некой практикоориентированной проектной среде, где у них есть возможность реализовать себя, попробовать на практике то, чему они учатся. И поэтому один проект за другим постоянно как-то обновляет человека, формирует у него новые необходимые компетенции, которые потом, когда он вырастет, сможет уже реализовывать на практике. И вот «Моя страна, моя Россия» – это очень статусный федеральный конкурс, в котором, участвуя, человек может действительно показать себя. Потому что отбор лучших проектов в конечном итоге, он выведет победителей на Санкт-Петербургский международный экономический форум. То есть, я надеюсь, все себе представляют, там съезжается бизнес-элита со всего мира. Серьёзнейшие мероприятия. Да, и именно там состоится защита финальных выигрышных проектов. И я думаю, что многие бизнесмены, когда увидят, они смогут эти проекты поддержать, там внести какие-то предложения, идеи, их развить. И у участников очень большое будущее. Вот вам и монетизация цвета. Ну, я думаю, что мы вернёмся к этой теме в ближайшее будущее. К сожалению, первый час уже заканчивается, дневного разворота. Спасибо нашим гостям. Дарья Ткачева с нами остаётся. У нас ещё будет один гость. Гость из Нижнего Новгорода, кстати. Не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!